Мы с вами в прошлый раз остановились на том, что человек имеет не только материальную составляющую нашу, вот эту, которой мы с вами друг напротив друга сейчас находимся, но и духовную составляющую, которую мы называем душой. Мы выяснили, что душа – это наш ум с его способностью мыслить, помнить и воображать. Это наша воля с ее желаниями и с ее свободой, когда я хочу – делаю, хочу – не делаю, или наоборот, когда я не хочу, но делаю, или хочу, но не делаю. Это наша способность любить, ненавидеть, радоваться, наслаждаться. Это наше самосознание, когда я отражаю себя в этом мире, кто я, где я нахожусь, как мы в прошлый раз с вами говорили. Это вот наша такая душевно-телесная организация, вот человек, душа и тело. Душа и тело – это не что-то разное, это одна личность. Человек соединяет в себе два мира – материальный и духовный, единственное существо мироздания. Но у человека есть еще что-то очень такое центральное, прямо вот ядро его личности, центр управления всей личностью человеческой. Это называется просто Дух. Это Дух-человек. Вот мы с вами открываем первые страницы Библии и читаем. «И создал Бог человека душу живую». Вот, наше тело и душу. А дальше читаем. «И вдохнул Бог в лицо человека дыхание жизни». То есть, вот это последнее действие творения и делает человека человеком. Это в нем самое главное, вот это вот дыхание жизни. Что это такое? Вот вы говорите, почему человеку плохо. А потому что человек своим духом, вот этой центральной частью своей, всегда тоскует по источнику своей жизни, который когда-то вдохнул в человека эту жизнь. Это всегдашняя тоска человека по своему источнику, по своему первообразу. Это тоска творения по творцу, тоска человека по Богу. Дух в человеке – это, если можно так выразиться, орган богоискания, богопознания и богообщения. Когда человеческий дух находит Бога, он становится источником молитвы. Оттуда человек молится из своего духа. И вот когда человек, одержимый этой мощной потребностью, найти свой первоисточник, всегда стремится переживать радость, потому что общение человека с Богом, как с источником своей жизни, сопровождается всегдашней радостью, которая непередаваема никакими словами, вот здесь человека поджидают опасности. Здесь вот эта потребность человека в радости, в полноте жизни, в каком-то, знаете, в таком переживании своего собственного совершенства может завести человека в наркотики, алкоголь и в другие чувственные удовольствия. Человек может перепутать. Человеческая душа, она может ошибаться в этом плане. Мы уже как-то с вами говорили, что наркомания или пьянство, или какая-то другая зависимость, это неправильно реализованная религиозная потребность человека. Самая сильная потребность человеческой личности, религиозной, потребность твари в Творце, как котенка в мамкиной титьке, как утенка в маме утки. Вот когда, помните, мы с вами говорили, утята ходят за мамой уткой, за своей таким строем, колонной по по одному. Это мощнейший инстинкт, который ничем нельзя пережибить. И если вместо мамы утки перед утятами водить половой тряпкой, вонючей, они будут за ней ходить. За этой тряпкой они перепутают. Так и человек. В нем мощнейшая духовная потребность в общении с Богом. И он может перепутать. Нерелигиозных людей нет. Нет ни одного нерелигиозного народа. Как говорил в свое время еще римский мыслитель Цицерон, можно встретить народ без армии, без государства, без языка, без письменности. Но нет ни одного народа, у которого бы не было своих богов, которым бы он поклонялся. Нет ни одного нерелигиозного народа. Религиозная потребность человека должна обязательно отливаться в какие-то формы. Правильная, неправильная, это не имеет значения. Но она должна находить свое удовлетворение, иначе человеческая жизнь теряет смысл. Так вот, это все действия Духа в человеке. Это самое главное, что в человеке есть. Самая мощная интенция жизненная, которая вложена в человека Творцом. И мы с вами можем обнаруживать в себе действия Духа нашего. Ну вот я уже сказал, по каким признакам. По нашей неизбывной потребности в радости. Нам нужно обязательно радоваться, наслаждаться. Нам нужно обязательно получать удовлетворение от того, что мы живем каждое мгновение нашей жизни. А это возможно только тогда, когда человек общается с Богом. Все остальное, это, как знаете, некие заменители, которые не питают человеческую личность, человеческую душу. Душа не питается земной пищей. Вот если ребенка, который хочет есть, взять и обмануть, и дать ему пустышку, ну такую соску, знаете, он на какое-то время успокаивается и не орет. У него тоска по пище ослабевает, инстинкт угасает. И он может даже с этой соской заснуть на время. Он потом поймет, что это было не то, что его обманули. Так вот, человек до своей встречи с Богом, он сосет пустышку. Он и Богу. Все, что он здесь получает в качестве реализации своей религиозной потребности, это все либо абсолютно бесполезно, либо очень вредно для человека. Потому что если ты будешь бесконечно сосать латекс, ты отравишься. В лучшем смысле этого слова. То есть человек рожден для того, чтобы искать и найти Бога. Если Дух в нас, а он есть в каждом человеке, это орган Богоискания, Богопознания и Богообщения, то наша задача искать, находить и вступать в общение с Богом. Одним из проявлений человеческого духа является совесть. Поднимите руку, у кого нет совести. Ну, видите, не так много бессовестных людей. Но это тоже такое, знаете, когда человек выдает желаемое за действительное. Никуда не денешься, совесть есть у всех. А совесть, это совместная весть, совместное знание. Я знаю то, что знает Бог. Откуда не знаю? Можно вопрос, совесть же у всех разная, что мы по-своему собираем, какие есть мысли. Верно. Хорошая мысль. Сейчас все объясню. Когда мы учились в школе, нам на уроках общественного мнения говорили, что, ну это было в советские времена, что совесть это продукт воспитания, продукт культуры, традиций, в которых человек родился, растет, даже продукт товарно-денежных отношений, производственных отношений. Вот это все формирует как бы совесть человека. И она, совесть, вот, воспитываясь в этой атмосфере, она уже указывает человеку на то, что хорошо, что плохо, с той точки зрения, как он воспитывается. Получается так, что у древнего египтянина одна совесть, у античного грека другая, у средневекового монаха-францисканца третья, у русского четвертая, у немца пятая, у монгола шестая, и так далее, и так далее. И у всех совершенно разная совесть. А мы же видим, что это не так. Мы видим, что совесть, она всем всегда, и при любых обстоятельствах, говорит одно и то же. Независимо от того, где, когда, и при каких обстоятельствах человек родился, и где воспитывался. Она ему говорит, Вася, ты не прав. Вот когда человек чего-то захотел, или когда он чего-то сделал, а иногда даже только подумал о чем-то, совесть уже ему говорит, тихо, тихо, это нехорошо. А очень хочется. А совесть говорит, а нехорошо. Я даже в одной столовой тут такой прочитал, если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно. Ну да, вот так мы переступаем через совесть свою. Мы можем свою совесть, совестное чувство свое приглушить. Ну, знаете, как телевизор сделать потише, или вообще громкость выключить, и там диктор что-то говорит, а что он говорит, я уже перестаю обращать на это внимание. Не слышу. Вот если мы то, что говорит нам совесть, будем пробивать своим желанием этого достичь, то тогда мы совестное чувство потеряем и станем бессовестными. То есть совесть останется, она будет не слышна нам самим. Мы будем разобщены со своим собственным духом, который является вместилищем нашей совести. И да, мы видим, что совесть, она как бы даже и не наше какое-то имущество. Потому что мы с ней договориться не можем никак. Я могу ее задушить или придушить, знаете, как врага своего, совесть. А вот договориться с ней я не могу. Она все время на своем настаиве. И не зря ее Пушкин называл в одном своем произведении «Незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, коллектор, попробуй с коллектором договорись, с банком, у которого ты денег попросил. Змея или змей скребущий сердце. Потому что совесть обличает, гложет, грызет, мучает, она ничего больше не делает. Вот откуда это во мне? Если я принадлежу только этому миру, ну и жил бы здесь в этом мире спокойно, и делал бы, что хотел. Если это моя среда обитания, я могу позволять себе делать все, что я хочу. Вот если у хищника это какого-нибудь там волка того же нет совести, но он без зазрения совести, потому что у него ее нет, задирает зайца, спокойно его ест и все. И к нему никто не предъявляет претензий, обратите внимание, его никто бы там не обвиняет. А вот когда человек что-то подобное делает, во-первых, его собственная совесть его потом мучает, а потом еще ему другие говорят, у тебя совесть есть, ну ты что делаешь? И он говорит, я больше не буду. Вместо того, что сказать, какая совесть, что вам надо, отстаньте от меня. Он говорит, да простите, пожалуйста, я больше не буду. А это еще одно свидетельство того, что человек своим духом прописан где-то не здесь. Это признак его иного происхождения. мы не здешние. Почему нас так сюда посредили? Ну, согласись, здесь, в общем-то, не все так плохо. Нет, не плохо, мы вообще страдаем что-то, безобедно любви, боль, голод, холод. Это может душа наша оплатить. Очень хорошо, молодец. Вот то, что вы сейчас сказали, то, что вы сейчас сказали, это движение вашего духа. Духа. Потому что, если человек может увидеть, что любовь безответна, и это плохо, и мне от этого плохо, значит, у него есть внутри представление о любви совершенной, когда она взаимная, когда меня любят так, как будто я единственный. Так так любит Бог. Когда я страдаю от безответной любви, это моя тоска по абсолютной любви совершенной, божественной. Это тоска по Богу. Если я страдаю от несправедливости, значит, у меня есть представление об абсолютной справедливости, об абсолютном добре. Если я страдаю от зла, которое здесь я вижу и вокруг себя, и внутри себя, значит, у меня есть представление об абсолютном добре, об абсолютном совершенстве. Если я страдаю от своих собственных ошибок и от ошибок других людей, значит, у меня есть представление, и мне от этого хорошо, что есть абсолютная безошибочность, совершенство, идеальная жизнь. жизнь, если бы у нас не было с вами внутри духа, который содержит в себе вот это стремление к совершенству, к абсолютной чистоте, к правде, к любви, к благу, мы бы с вами были скотами, мы бы не были животными, мы бы не были людьми, были бы животными, потому что тело и душа есть у животных, но духа, вот этого дыхания жизни, которое вдохнул Бог в человека, у животных нет, а у нас есть, так вот это у нас самое главное, это то, что нас и отличает от всех остальных живых существ, наше богоискание, стремление к совершенству, наше богопознание и наше богообщение, наша религиозность. Если человек дозрел до своего религиозного чувства, это признак его личностной зрелости, да, человек может не найти Бога и даже отчаиться, но это не значит, что он бездуховное существо, это и есть страдание его духа от того, что он не нашел источник своей жизни, это с голоду упавшая в обморок душа, которая так и не получила своего питания, своей пищи, потому что единственной пищей для человеческого духа и для души является Бог. От этого душа счастлива, сыта, уверена и никогда не теряет присутствия духа. Скажите, Иисус Христос это Бог или пророк все-таки? Это Бог, это истинный Бог. человеческий человеческий обморок ну, дойдем до этого в свое время, расскажу. Так вот, человек может не только в угрызении совести испытывать, а он может жить по совести, он может свою совесть так воспитать, вот как, например, человек может натренировать свои мышцы, он свою совесть может так воспитать, что он будет ее слышать очень хорошо и он не будет хотеть ничего другого, кроме того, что говорит ему его совесть. Даже если то, что говорит совесть, то есть дух мой, орган управления, центр мой говорит мне то, что противоречит здравому смыслу, который принят в человеческом сообществе, я поступаю по совести. Даже если совесть говорит мне то, что угрожает моей жизни, если я поступлю против совести, я выживу, сохраню себе жизнь, а человек все равно поступает по совести. Слышали такое же, нужно верить Богу по совести и вам раздастся. Ну вот если бы человек мог жить по совести, такого выражения нет вообще-то, но я понял откуда оно. Ну то есть в Священном Писании такого нет. если бы человек наделенный совестью мог сам стать лучше, чем он есть, Богу не нужно было бы открываться с внешним нравственным законом с десятью заповедей за полторы тысячи лет до Рождества Христова. Если бы человек, живущий по совести, даже если у нас нет никаких десяти заповедей, мы их не знаем, если бы человек, живущий по совести, ею руководствовался, нам не нужно было бы государство, нам не нужна была бы полиция, прокуратура, суд, система исполнения наказаний, не нужна была бы смертная казнь за преступление, не нужны были бы тюрьмы. Совесть есть? Парень, ты про совесть вспомни, ой, точно, все. Ушел, не оказался, да. Или совершил какое-то преступление, совесть меня повела прямо в тюрьму, мимо оперативников, мимо следователей, мимо прокурора, суда, сразу в тюрьму. И я сам себя приговорил к десяти годам, десять, совесть говорит, десять, все, садись. Сижу и доволен собой, потому что поступил по совести. Но такого же нет, правда? Попробуй, найди преступника, чтобы еще поймай его, а чтобы он потом еще сознался в преступлении. Ты ему хоть сколько говоришь, что чистосердечное признание смягчает вину, он тебе не поверит. Да, доказывай, доказывай, начальник. Так вот, совесть сама по себе не спасает, но человек может так свою совесть культивировать, что она будет спасать. Но не сам. Сам человек свою совесть облагородить не может. Если совесть это свойства духа, органа богообщения, значит, сделать совесть чистой и властно действующей в человеке может только Бог, с которым человек общается духовно. с чем еще можно сравнить наш дух? Вот давайте представим себе, что родился человек здоровый, с руками, с ногами, с головой все хорошо, но ему никто не сказал в детстве, что ноги у него для того, чтобы ходить. И он не ходил. Ну, предположим. А когда ему захотелось перемещаться в пространстве, он ползал с помощью рук. Ноги просто там волочились, а он на руках по полу лежа ползал. Тяжело на руках-то. Далеко не уползешь, устаешь все время. Поэтому он далеко не уползал, вот в пределах какой-то комнаты жил, и его, в принципе, все устраивало. Но он же не знал, что можно по-другому. А там можно и чайку заварить, и перекусить, и все. И главное, ложиться не надо, тут уже лежишь, чтобы уснуть. Раз проснулся, и все, уже начинаешь сразу. И человек думал, что он такого роста, какого он, когда он лежит. И нормально. А издик не сработает, надо ли? Да, вот мы же знаем, что могут не сработать. Если человека поместить в волчью стаю с младенчества, он будет ходить на четвереньки. Да, он будет смотреть, как это делают другие. И будет ходить на четвереньки. Так вот, а если он вообще никого не видел ходячих, и если с ним в этой комнате были такие же, как он не в курсе дела насчет того, что у них ноги есть, чтобы ходить. И они так, такой группой, жили, договаривались, все им было хорошо, дружили тут, может даже женились, замуж выходили. Такие же, как они рожали. Но однажды один из них, вот ему достало, ночью кто-то там стучит за дверью. Подполз, дверь толкнул, выглянул в коридор. А там такие же, как он, люди, только здоровенные такие. Смотрит, под потолок прямо головой. И с такой скоростью по коридору туда-сюда, туда-сюда. Смотрит, ноги, ногами, вот этими, вот этими, какие у меня, только они у него такие сильные, крепкие. и он так раз бегом туда-раз обратно. Легко, главное, он даже не смотрит себе под ноги. С такой скоростью перемещается, главное, такой большой. Он посмотрел на свои ноги-то этот, лежачий, и говорит, господи, а почему мне-то никто не сказал, что ноги умны для того, чтобы вот так ходить? и все, и он уже не успокоится. Он обязательно захочет ходить. Он попробует и увидит, что у него ничего не получается, потому что пока он ползал, ноги атрофировались, там мышцы атрофировались, все. Но очень хочется. И вот тогда он будет каждый день тренироваться, он будет каждый день совершать одни и те же много раз повторяющиеся упражнения на разных групп мышц ног, преодолевая боль, потому что когда мышцы долго не работали и потом нагружаются, они болят, вы знаете, кто спортом занимался. Преодолевая лень, потому что уже целую неделю качаюсь, я еще даже не встал. Преодолевая разочарование, потому что тоже вот качаюсь, качаюсь, я до сих пор не встал. Хорошо, если будет тренер, который подскажет, научит, ободрит, поддержит, заставит, тогда человек обязательно встанет, однажды он встанет. И вот когда он встанет, то его жизнь качественно изменится. Ну, во-первых, он впервые в жизни увидит себя самого и эту комнату, в которой он жил с высоты нормального человеческого роста. это ему понравится. Это будет соответствовать его представлению о себе. И он увидит с этой высоты, что вот те предметы там на полу, которым он раньше придавал такое большое значение, когда они у него вот так вот были перед глазами, а это просто мусор, надо здесь подмести в комнате, чтобы чисто было, чтобы не мешалось это все. Он впервые в жизни поднимется своими глазами, ну, головой, выше подоконника и впервые выглянет в окно и он обнаружит, что мир не ограничивается этой комнатой, что он намного больше, что вон там лес, люди там ходят, в горы поднимаются, там танцуют, облака, солнышко, звезды. И это все для него, раз он может это все видеть, значит, он может этим всем пользоваться. И это сделает его счастливым, это раскроет его самосознание до неимоверных размеров по сравнению с тем, что было раньше. И тогда он еще с большей силой захочет научиться ходить, чтобы там оказаться, чтобы подниматься в горы, чтобы вот так танцевать, путешествовать, чтобы всем этим пользоваться. И обязательно будет ходить, даже если он не удержит равновесие и упадет когда-то, он уже никогда не останется лежать. У него уже есть опыт вставать, стоять и ходить. И этот человек уже никогда в жизни ни на что не променяет. И тогда он научится это делать так же легко, непринужденно, как все нормальные люди. так вот наш дух с вами такой же. Если нам в детстве никто не сказал, что такое дух и как им пользоваться, то человек может жить вполне как душевно-телесное существо. Совесть там иногда что-то говорит, душа что-то всегда просит такого, все время что-то не достается, им что-то не хватает, все не то. А что не то, не знаю. Какой-то правды хочется, а ее нигде нет. Какой-то справедливости, чистоты, блага нет, а ее нигде нет, этого всего хочется, а нету. И вот однажды человек в конце концов из себя изнутри, вот из этого состояния голода духовного однажды он увидев то, как живут люди нашедшие Бога, увидев как они молятся, как они себя чувствуют, как они выглядят, чем они живут, ради чего они живут, какие у них радости, какие у них цели, он поймет, что вот это у меня и нет самого главного. И очень хорошо, тут я с вами солидарен, мне тоже не хочется. Жить как Кришнаиды мне вообще никак не по кайфу. да, я же говорю, что существо, которое ищет Бога, можно вместо Бога подсунуть половую тряпку, и он за ней пойдет. И я вас уверяю, что вот перед этими Кришнаидами, которые ходят этой бурьбой по городам с бубнами и со своими улилюканьями, идет прям сам сатана, и он за ними, они за ним идут. А что это истинная вера? Ну, это кришнасты, нежели буддизм, и исторический Да, да, это серьезный вопрос, и здесь надо разбираться. Знаете, просто так вот сказать, а вот я считаю, что православие все, только истина, а все остальное от сатаны, от дьявола и так далее. Ну, и кто тебе поверит? И кто с этим согласится просто так? Люди образованные скажут, есть какие-то обоснования, есть какие-то аргументы серьезные для такого заявления? Все есть, конечно, есть, мы об этом с вами будем говорить. Мы сегодня с вами пока еще не дошли до этого, сегодня мы с вами просто обнаруживаем вот эту нашу сердцевинную часть человеческой личности. Если это в человеке начинает жить и действовать, то тогда это и становится в человеке центром управления. Дух это наш капитан, а без правильно устроенного духа, вот не натренированного, не сориентированного, человек это корабль, вот только что построенный, красивый, покрашенный, полный трюмы дорогих продуктов, всяких товаров, полный штат матросов, выпустили его в море со стапелей, каждый матрос знает свою обязанность, ему нужно переплыть это море, доплыть до порта приписки, а нет капитана. Доплывет? не доплывет, потому что только капитан знает маршрут, потому что только капитан знает, где скалы, мели, где сказать полный ход, стоп машина, правая руля, левая руля, это знает только капитан. Если капитана нет, то тогда каждый матрос решит, что он капитан. Как дух тот взращенный? Сейчас расскажу. Растрачиваем, это да. Так вот, человек призван к тому, чтобы когда-то обязательно разочароваться в том состоянии, в каком он находится и захотеть стать вполне человеком. И то, что произошло с вами в жизни, когда человек приобретает какую-то зависимость, это наверное самое благоприятное условие для того, чтобы начать вести полноценную духовную жизнь. Потому что чтобы человек захотел Бога, он должен понять, что он сам не Бог, что он тварное создание, что он не может жить сам своим умом и своей волей использовать для себя. Он должен в себе разочароваться. Чтобы человек захотел Бога, а уж тем более, чтобы человек захотел Христа Спасителя как Бога, должно произойти вот это. Знаете, нужно что-то увидеть такое и обалдеть, и понять, что вот я без этого-то не просто не жил, а я просто погибал. И вся моя жизнь это было просто какое-то скотство самое настоящее, еще не до человека, не до человеческое состояние. Вот это очень важное обстоятельство. Нормальное, здоровое, здоровый прорыв человека в свою духовную сферу возможен только через радикальное разочарование в себе таким, какой он есть сейчас. Чтобы обнаружить свою грандиозную заданность, которая содержится в нашем духе, он о ней знает, нужно разочароваться в своей данности, которую я сейчас имею. вот тогда произойдет рост, существенный рост человеческой личности, его самосознание, тогда он поймет, что этот мир не ограничивается вот только тем, где я живу, что моя жизнь имеет безграничную перспективу, что даже смерть это не предел моей жизни, а наоборот, это очередной очень важный и торжественный этап моей жизни, за которым начинается новое, совершенно неведомое мне, полноценная, подлинная человеческая жизнь, для которой Бог меня задумал и создал, где нет никаких несовершенств, от которых я страдаю здесь, где реализуется все то, почему так тоскует моя душа здесь. Христос сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и тогда Отец наш Небесный, Бог, становится целью человеческой жизни. Он становится центром человеческой жизни. Бог занимает в человеческом духе свое законное место. Человек это дом, который Бог построил для себя, чтобы там жить. Наш дух это место обитания нашего хозяина, Господа, который нас задумал, создал, для того, чтобы приобщить нас к той жизни, которая живет сам, совершенной, блаженной, вечной. и если мы его туда не позовем, его там не будет, а святое место пусто не бывает. Если в доме нет хозяина, а дом богатый, дорогой мебелью и товарами обставлен, туда лезут воры, но не для того, чтобы там жить, а благоустроить этот дом, а для того, чтобы его разорить. это тоже очень важное обстоятельство. Наш дух это очень лакомый кусок для тех, кто хотел бы там поживиться. Есть бесы, да? Да. У нас есть противоположные... Самообийцы попадают туда, где Бога нет. Там, где нет Бога, это ад. Извините, а мне говорили, что вы сегодня будете завести тему про ад. Про ад? А кто говорил? Я говорил. Про ад. хорошо, мы как раз к нему подошли. У меня вот такое допрос, все, да, противоположный день, ночь, допрос, лод. Если в аду жар, значит, в аду холодно будет. Есть другой анекдот на эту тему. Один мужик говорит, в раю может быть климат получше, зато в аду общество поинтереснее. Да нет, это все отсутствие представления о том, что такое ад. Ад это состояние человеческой души, то есть обратите внимание, это не место где-то, какое-то специальное отведенное для людей, это состояние человеческой души, а значит и духа. Без Бога, когда нет Бога, это и есть ад. поэтому жизнь безбожника здесь уже может приобрести адский характер. Вспомните, если кто это переживал, когда сам наркотик уже не радует, а в отсутствии наркотика не радует вообще ничего, вот это и есть ад, когда человек предпочитает исчезнуть, вообще не быть. Это заветная мечта дьявола, чтобы человек перестал быть. Так вот, если здесь мы можем раскумариться, опохмелиться, опохмелиться, немножко во времени у нас развлеклись, отвлеклись и как-то прошло, то когда-то мы окажемся в таком состоянии, когда времени не будет и то, в чем застанет нас смерть, будет нашим всегдашним вечным состоянием неизменным. Почему говорят православные землянии, бывших богов, тем меньше не греху умереть. Если его смерть застала страдания, что он будет с удачем? А наркоман передвезировал и умер, он вообще покайфовал. А где страдания, если он умер по кайфу? Где страдания? Нет? Нет, 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 вы знаете, у нас есть один только залог перемен к лучшему, чтобы мы с вами не оказались в воду, это покаяние. Вот раз вы же заговорили об этом. человек может довести свою жизнь до осатанения. Рядом с Христом был распят разбойник, который всю жизнь занимался только тем, что грабил, убивал, насиловал, это был его промысел. Он был неисправим. Раз его приговорили к распятию, значит, его до этого уже много раз наказывали. Неисправим, рецидивист. смертная казнь показательная, чтобы висел мертвый на кресте, гнил, чтобы его ели птицы, а все бы ходили смотрели, как нельзя делать. Так вот, этот разбойник, который был распят справа от Христа, незадолго до смерти узнал в Христе Бога и сказал, Господи, я достойно и по делам моим приемлю, то есть я заслужил все это, помяни меня во царстве Твое. Христос повернулся к нему и сказал, истинно говорю тебе, нынче же будешь со мною в раю. Но он, прежде чем покаяться, он вот этими муками страшными, предсмертными, действительно сделал свою душу пригодной для встречи с Богом. Ведь Христос пошел на страдания, страшные и страшную смерть через распятие, для того, чтобы этими страданиями невинными, причем, обратите внимание, сделать свою человечность, свою человеческую природу совершенной, чтобы потом воскреснуть. Он воспринял падшую, грешную, нашу с вами человеческую природу, чтобы абсолютно уврачевать ее на кресте. Чем? Страданиями и смертью. Но не бессмысленными. Нет бессмысленных страданий. Вот вы говорите, человек пришел сюда для страданий. Если я, существо, стремящееся к благу и к совершенству, могу страдать, значит, страдания имеют величайший смысл. Я могу свою душу воспитать и сделать восприимчивой к абсолютному благу только через страдания, в которых сгорит во мне все, что во мне несовершенно. Все, что разделяет меня с источником этого блага, с источником любви, с Богом. Поэтому христиане, они не бегают от страданий, как от какого-то абсолютного зла и проклятия, и от болезней в том числе, а они целуют это, как Богом посланное обстоятельство для своего спасения. Потому что все страдания для человека безусловно полезны, если человек это знает. А если он не знает, он может не понять этого и отчаяться, и не захотеть жить, и покончить с собой. Друзья, вопрос, а если, допустим, ну, я вешалась, и меня спасли, тут два дня кома, и я рассказалась в этом, все, инцидент ищерб, ну, или Богом, мне не за что больше... А жизнь изменилась? Ну, да, я не торчу, я знаю, чистая сижу. Вот пока, здесь, да. Вот наша задача с вами, чтобы то, что с вами произошло, стало поводом для того, чтобы, вот как мы сегодня с вами говорили, абсолютно изменить свою жизнь. Вот чтобы это стало поводом, чтобы пересмотреть критически все, что у меня было раньше, и захотеть не просто изменить свою жизнь, а переплавиться. Я больше такой быть не хочу никогда. Ну, как суеты, это считаться же уже не будет. Ну, если моя жизнь изменится, если... Если я покаялась, и, понимаете, если я сказал, извините, я был неправ, больше не буду, это еще не все. Конечно, меня это заставило страдать, конечно, я подумал, что я дурак, что я петлю полезу, зачем? И продолжаю дальше жить. Я больше петлю не полезу, больше так делать не буду, но буду делать то же самое, что делал раньше, или во всяком случае буду этому сочувствовать, не буду этого делать, потому что это вредно для здоровья, но буду этому сочувствовать, иногда об этом тайно мечтать, то тогда ничего принципиального во мне не изменилось. А вот если это заставит меня так взмолиться к Богу, чтобы сказать ему, Господи, возьми меня и сделай меня такой, какой ты меня задумал, потому что я не знаю, какой я должна быть, я всю жизнь только делал, что заблуждался, вот это да, вот это покаяние. И если человек потом будет готов от Бога принять все, что он ему пошлет, чтобы так его переплавить и сделать пригодным для жизни с собой, то тогда все будет хорошо. Но вы знаете, не всегда, когда телефон у тебя украли, это для тебя плохо. И не всегда, когда у тебя телефон сохранился, это для тебя хорошо. Лучше иногда, чтобы у тебя его не было. Так что, да, а то, что мы здесь орудия друг для друга в руках Божьих, для нашего спасения взаимного, это точно. Какого-то он может задумал меня о таком. Может он и канал, и дальше? Нет. Если бы вы от этого были счастливы, и если бы вы испытывали от этого полноту жизни, не разочаровывались бы в этом. то тогда, может еще, да, можно было бы предположить, если вы не идиот, ну, значит, это ваше призвание. А вообще-то нет, мы же видим, что то, как человек живет до Бога, разочаровывает всех. Обязательно всех разочаровывает. И человек, если человек психически здоров, он во что бы то ни стало будет искать Бога. Обязательно. И найдет. Если он будет в этом настойчив, если он будет самого Бога просить, чтобы тот ему открылся так, чтобы человек уже никогда больше не искал ничего другого, это обязательно произойдет. Вот я рассказывал как-то историю про одного из наших русских митрополитов, который относительно недавно умер. Он был в русской зарубежной церкви. Сын эмигранта нашего после революции. Вот он говорит, мы все практически, вот дети эмигрантов наших, мы учились там в наших русских школах в Париже, в Белграде, и к нам приходили священники и читали нам закон Божий на уроках. Но они, говорит, это делали так, что нам было тошно слушать это все. Вообще так нудно, так неинтересно. И, говорит, я на этих законах по уроку Божьему, на уроках по закону Божьему я убедился в том, что Бога нет. Окончательно. Но он говорит, ну чтобы уже совсем, вот уже, все, вот утвердиться, парню 14 лет. Он говорит, сейчас приду домой, я знаю, у мамы на полке стоит Евангелие, ну вот, Новый Завет. Возьму и специально прочитаю, чтобы уже окончательно убедиться, что Бога нет. Пришел домой, дома никого, взял эту книжку, сел за стол, открыл, там 4 Евангелия разных авторов, взял самое короткое, Евангелие от Марка. Сел и читал. И вот когда я начал читать, а я заставил себя читать внимательно, чтобы точно, вот уже потом любому человеку доказать, что Бога нет, прямо опираясь на Евангелие. И когда я начал его читать, я почувствовал, что Христос, про которого я читаю, прямо стоит здесь, на той стороне стола, за которым я сижу. И он говорит, вот тогда во мне, говорит, вот так вот все перевернулось. Я впервые в жизни прочитал Евангелие, и это Евангелие, а Евангелие – это божественное откровение человеку, который хочет найти истину, а он так горячо отрицал Бога, потому что он искал истину, ему нужна была истина. То, как ему преподносили Бога на уроках закона Божьего, его не устраивало. А вот здесь он встретился с ней самой. Она сама, истина ему открывается. И тогда произошла встреча человека с Богом. Человеческое сердце, человеческий дух встретил отца своего родного. И все. И он говорит, я остался с Богом навсегда. И он потом поступил в духовную семинарию, в духовную академию, стал митрополитом Русской Православной Церкви. Очень интересным человеком. Кроме того, он еще был врачом. Что-то подобное переживает каждый человек. Вот эта встреча человека с Богом, духа человеческого с Богом, если дух ищет своего, обязательно произойдет. И произойдет именно как переворот вот такой всего, что в человеке есть. А вы сами как-то встречали? Ну, не только со слов. Я православный христианин. Я верующий человек, православный христианин. Я думаю, что, ну, там, может, он нам выдумывал. И там кому-то рассказали, кому-то это рассказали. А сам лично, я на себе когда это не ощущал. Нет, ну, простите. Надо взять на себя очень большую ответственность, чтобы, не переживая самому, то, о чем ты говоришь, кому-то это втирать. Это, знаете, особенно то, что касается самого главного в человеческой жизни. Это уже, знаете, это слишком. А мне тогда получается, что вот эта вера в христианство, это просто, ну, современным языком сказать, хорошим маркетингом, это уход, раскрутка этой веры. Да, много чего можно сказать. У меня есть один старый мой пациент, он сейчас наш сотрудник, уже давнишний, один из первых выпускников нашего центра. Он, когда начинал ходить ко мне на занятия, вот, 16 лет назад, с мамой вместе, он мне так и говорил, что, вы знаете, я сюда пришел только потому, что мама меня привела, маму жалко. А то, что вы говорите, вот про церковь, я же знаю, что это. Это коммерческая структура, ребята хорошо устроились, голову морочат людям, бабки рубят, капусту рубят, все нормально. Я понимаю, не только не надо мне это выдавать за истину какую-то. Пожалуйста. Это один из наших выпускников нашего центра православного, глубоко верующий православный христианин, давно уже. У него семья, двое детей, наш сотрудник. И он был благодатно исцелен от гепатита С в стадии тяжелой декомпенсации. Он пожелтел прямо на занятии у меня в кабинете, прямо на глазах пожелтел. Он где-то поставился героином и пришел ко мне на занятии. И вот во время занятия, я смотрю, он что-то так втыкается, втыкается, он смотрел раз и пожелтел. И мы ему здесь вызывали скорую помощь, отвезли его туда, в 40-ю больницу, в инфекционное отделение, это было в Екатеринбурге. Гепатит С, трансаминазы зашкаливают, распад печеночных клеток, желтуха. В центре потом он там всякие таблеточки пил, там эссенциали, то есть он, но мы же знаем с вами, что такое гепатит С, да? А вот однажды, да, он попросил отца Сергия, нашего настоятеля, к молитвенному правилу, которое он очень полюбил, что-нибудь еще прибавить. Тед Сергий ему тогда благословил молитвы болящего. Могу я вам прочитать наизусть, если хотите. Да, пожалуйста. Господи, видишь ты мою болезнь, ты знаешь, как я грешен и немощен. Помоги мне терпеть и благодарить твою благость. Сотвори так, чтобы болезнь это было в оставлении множества моих грехов. Владыка Господи, я в руках твоих. Помилуй меня по воле твоей, и если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойно я по делам моим приемлю. Слава Богу за все. Так вот, он начал эту молитву читать каждое утро после вечернего молитвенного правила, стоя на коленях, у нас там в трапезной, чтобы никому не мешать, когда те спят. И через какое-то время он сходил, сдал очередной анализ на антитела к вирусному гепатиту С, и антител не оказалось. Врачи его заставляли пересдавать множество раз, и сидели, смотрели, как баран на новые ворота. Нет антител к гепатиту С. Все, лабораторное исцеление. Вы можете мне приседать вот эту молитву? Да, пожалуйста. Хорошо, в следующий раз привезу. Ну хорошо. Еще вопросы есть? Спасибо за внимание. Спасибо.